Продолжение следует... И если кому-то будет мало, вы можете мне задавать вопросы, если я что-то не осветила, я на них буду отвечать. Как правило, вы все наши уже вспомнили, как это все у нас будет происходить. Продолжение следует... Не тратя время на дороге, получать информацию в своем доступном доступе. Кто может пользоваться планшетами, на телефонах это доступно, на смартфонах, на обычных компьютерах и ноутбуках. Ну что, я думаю, что те, которые захотят к нам подключиться через минуту, они уже будут вливаться просто к нам в ход нашей темы. Я думаю, что мы с вами уже начнем вещать и начнем уже с вами беседовать на тему аппаратных технологий в косметологии, а конкретно микротоковой терапии. И чтобы понять, что это такое вообще, давайте начнем с азов. Косметология. Косметология – это термин. Ну, вы понимаете, что косметик – это имеющий силу приводить в порядок, а логия – это наука, логос-корень. То есть это наука, которая занимается средствами терапевтическими, косметическими, химическими, физическими, которые способны привести в порядок внешний вид. Эта наука, конечно же, многогранна, и у нее очень много ответвлений. Мы с вами будем заниматься в рамках аппаратной косметологии, изучать. И в рамках аппаратной косметологии мы с вами подразумеваем технологии какие. Технологии бывают консервативные, которые содержатся только в том, чтобы воздействовать уходово на наше лицо, тело. Это стимуляция, очищение. И существуют технологии оперативные, когда мы с вами используем какие-либо аппаратные факторы с целью удаления, с целью видоизменения, устранения каких-то дефектов. Если же мы с вами будем говорить про консервативные методики, кроме уходовых масок, ручных массажей, в консервативной косметологии применяются еще и физиотерапевтические методики, методы. И мы должны с вами тогда сказать, что такое физиотерапия. Физиотерапия – это термин, тоже произошедший от греческих слов. Физиос – природа, терапия, лечение. То есть он подразумевает использование физических факторов с лечебной точки зрения и с точки зрения профилактики для воздействия на организм. Есть подразделения факторов на встречающиеся в природе. Что встречается в природе? Это температура, давление, электрический ток, магнитное поле, свет. И есть, которые не встречаются в природе. На сегодняшний день не встречающиеся в природе искусственно созданные – это только лишь один физиотерапевтический фактор – это лазерное излучение. Все остальное встречается в природе, в том числе электрическое поле. Оно встречается в природе. И мы с вами как раз будем разбирать методику, которая воздействует на организм электрическим полем. Называется она микротоковая терапия. Само название микротоковая терапия наводит вас уже на размышления, что это ток, но в микротозах. Это один из методов физиотерапевтических воздействия. Электрическим током, малой силы. Сила тока у нас будет находиться от 10 до 600 микроампер. В диапазоне частоты от 0,1 до 300 Гц. И напряжение будет до 14 В. Микротоковая терапия использует токи настолько слабые, что они фактически не ощущаются организмом, либо ощущаются в виде легких слабых покалываний у особо чувствительных. В связи с тем, что микротоки такие комфортные по воздействию, мало ощущаемые организмом, они и стали излюбленной методикой для применения в косметологии. В связи с тем, что они являются такими комфортными, у них также и понижена планка возрастного применения. То есть очень малый список противопоказаний, что делает их более доступными для нашего применения к различным группам населения. То есть более широким, более широкому применению. Наиболее часто микротоковая терапия использовалась для снятия отечного синдрома. То есть самое лучшее это применение микротоковой терапии для снятия пастозности, для снятия боли, для снятия воспаления. И среди электрических факторов, среди факторов электрического поля, воздействующих на организм, таких как гальванизация, миостимуляция, другие импульсные токи, микротоковую терапию можно применять для лечения раневых поверхностей. То есть здесь токи применяются такой слабой силой, что на переходе сред нормальной кожи на раневую не возникает химического воздействия электрических ожогов, что безболезненно воспринимается организмом и не является противопоказанием. А даже, как видите, это будет у нас с вами по указаниям. Итак, метод прост, абсолютно в применении. Малое количество противопоказаний, высокая эффективность. Сделал этот метод, еще раз повторяю, очень эффективным, популярным. Но достаточно тяжело осознать, как же все-таки он работает. И мы с вами сегодня это будем как раз и разбирать. При применении электрического поля слабой силы мы с вами можем получить положительные эффекты в комплексной программе профилактики старения. И это будет связано с чем? Микротоковая терапия, как любой из физиотерапевтических факторов, и в частности, как любой из электрических факторов первичное свое воздействие оказывает на сосудистое звено. И мы с вами видим, что при воздействии микротоков мы будем ожидать какой положительный эффект? Улучшение крово- и лимфообращения. В результате чего у нас улучшится питание этой ткани, ну собственно говоря, кожи лица или тела, с параллельно протекающими процессами уменьшения отечности, изменения текстуры кожи и улучшения цвета кожи. Произойдет деликатное стимулирование мышц, то есть за счет такого же улучшения кровоснабжения, повысится их тонус, без опасности развития контрактур, которые могут сопровождать такие методики, как миостимуляция, электростимуляция. Но при таком деликатном воздействии все равно оказывается воздействие на контур лица, то есть он у нас видоизменяется, подтягивается, корректируется форма за счет снятия опять-таки пастозности, за счет увеличения эластичных функций дермы, за счет тонизации мышц, легкой тонизации мышц, у нас происходит еще и микротоковый лифтинг. Возможность глубокого введения косметических лекарственных средств, то есть форетические особенности этого физиофактора, как микротоки, мы тоже будем использовать. Несмотря на то, что ток применяется малой силой, его природа импульсная, позволяет вводить нам косметические средства в дерму с целью их депонирования там. Высокая комфортность процедур дает нам хорошие результаты, в связи с тем, что не возникает первичного стресса от воздействия, и очень хорошо, благотворно расслабляется организм и ткани на такое воздействие, обладает очень хорошим, релаксирующим на психоэмоциональном уровне этот еще метод воздействия. Какие же будут показания к этой методике с целью чего мы ее будем применять? Это и дряблая увядающая кожа, даже сухая кожа, жирная кожа, то есть у нас с вами будет нормализация процессов в дерме, делать возможным применение как на дряблой увядающей, так и на, видите, так диаметрально расположенных сухой кожи или жирной кожи. То есть во время воздействия будет происходить нормализация функций сальных желез, потовых желез, нормализация микроциркуляции будет приводить к нормализации тонуса за счет накопления гиалуроновой кислоты, то есть наводнения самой дермы. То есть это будет способствовать улучшению показателей при сухой коже. Самое главное, с чего и начались применяться микротоки, это показания, какое? Пастозность и отеки. То есть за счет того, что нормализуется микроциркуляция не только в капиллярном русле, то есть в прекапиллярной, вот эти венули, артериулы, но еще у нас стимулируется переходное состояние между клеткой и межуточным веществом. Под воздействием тока гель заменяется на состояние золь, то есть делая более пластичной, более текущей межуточную жидкость, тем самым она очень легко собирается в лимфатические сосуды, лимфатические капилляры, которые находятся, как раз сначала берут в межклеточном веществе, и тем самым очень хорошо отводится лимфа. Вот так и будет воздействовать микротоковая терапия благотворно при отеках пастозности. Среди показаний у нас такие проблемы, как аллопеция, но опять-таки мы обращаемся к механизму воздействия улучшения микроциркуляции, кровоснабжения волосяных луковиц, приводят к их возбуждению, раскрытию новых, которые спали, луковицы, стимуляции их к деятельности, к производству, генерации волос. Сибарей идет у нас с вами в показаниях. Опять-таки нормализация функции сальных желез приведет к нормализации жирности кожи. Вульгарные розовые угри, состояние постакне, рубцы. Давайте сразу тут с вами поговорим. Состояние постакне и рубцовые деформации постакне. Конечно, мы с вами не волшебники. Мы не сможем убрать дефекты эстетические, то есть рытвины после микротоков. Колодцы вот эти вот, они не будут никуда деваться. Мы только что с вами делаем, за счет улучшения фактуры кожи, у нас происходит нивелирование. Состояние постакне характеризуется еще и застойными пятнами синюшными. Вот застойные пятна синюшные, вот эти вот, да, пигментные нарушения, постовоспалительные, они микротоками будут убираться. А рубцы, они будут только нивелироваться за счет улучшения эластичных функций кожи. Явление целлюлита. То же самое мы с вами оказываем благотворное воздействие на эту проблему. Не надо думать о том, что сделая курс микротоков, целлюлит уйдет и попа подтянется, да, в объеме, как другие методики более действенные. Но вот микротоки применяются как раз в комплексе процедур при создании программы лечения целлюлита или же ожирения, да, первой-второй степени. Потому что опять-таки нормализация кровоснабжения в этой зоне косвенно будет нам способствовать выведению лишнего жира с этой зоны и будет способствовать нормализации тонуса дермы, чтобы убрать явление ямочек, да, на месте, где были сдавления, отношения эластичного белья, на месте, где формировались фиброзные сшивки и сформировалась вот эта бугорчатость поверхности кожи. Но опять-таки в показаниях у нас идут и раневые процессы, такие как трофические язвы. Ну вот раневые процессы и трофические язвы, ну конечно же к вам в косметологию они не приходят. Но если вдруг кто-то из своих, из родственников, из знакомых к вам обратится, а у вас есть этот аппарат микротоковой терапии, вы можете помочь ему с этой проблемой справиться. То есть благотворно воздействует, рано заживляющий эффект проявляется. Микротоковая терапия показана в реабилитационном периоде после химического пилинга, пластических операций, микродермообразий и других травмирующих процедур. Видите, вам, чтобы не было скучно, я всегда стараюсь вас чем-нибудь повеселить. И я на картиночке вам поставила метод, который применялся, конечно же еще на заре нашей косметологии в 60-х годах. Вы видите карбоновый пилинг. Вот, ну сейчас, конечно, это не применяется, но так, чтобы вам было немножко улыбнуться момент, я вам и ставлю такие радостные картинки. Итак, если мы будем с вами говорить про реабилитационные периоды после химических пилингов, пластических операций, то здесь микротоки очень-очень хорошо подходят для восстановления тканей, их естественной репарации и регенерации. То есть микротоковая терапия очень хорошо запускает процессы саногенеза. Там, где был смещен лоскут при пластической хирургии, нарушены естественные пути лимфооттока. Ну, сами понимаете, как проходят такие пластические операции с отслойкой кожного лоскута, с его смещением. Соответственно, нарушается в первую очередь микрогемолимфоциркуляция, нарушаются коллатерали сосудистые. А вот микротоки, они как раз работают вот здесь, вот на самом маленьком этом расстоянии, на самом маленьком приближении, как мы с вами можем посмотреть. Это метаболизм клетки, клеточной мембраны. Это как раз работа клетки с межуточным веществом. И как раз происходит стимуляция репарации вот на этом участке, на таком маленьком, и стимулируются процессы неоваскулогенеза, то есть стимулируются процессы образования новых сосудов, образования новых коллатералей. А когда они еще находятся в строительстве, то микротоковая терапия помогает в межуточном веществе, еще раз повторяю, ну, если вам непонятно моя фраза, что я вам говорю, перевод геля в золь, то я вам скажу более простую фразу, делая более тягучей, наполняя межуточное вещество больше водой, разжижая наше межуточное вещество. Что будет в межуточном веществе? Ну, конечно же, наша лимфа, да, это жидкая часть крови. И вот она становится более тягучей, и мы, направляя нашими палочками электрическое поле, увлекаем за собой ионы, молекулы, которые содержатся здесь вот в межуточном веществе, тем самым помогаем убрать оттуда отечность, тем самым мы помогаем убрать оттуда шлаки, процессы как раз метаболизма клеток. Итак, мы с вами будем оказывать противоотечное воздействие и стимулировать репарацию ткани. Как любой метод физиотерапевтический и вообще метод воздействия на организм, у него в микротоковой терапии имеются и противопоказания. Противопоказания существуют абсолютные, которые распространяются на любой метод физиотерапии, в частности на микротоке. И к ним будет относиться это онкозаболевание. Что мы с вами будем подразумевать под онкозаболеваниями? Это когда у человека что-либо выявили, и человек находится под наблюдением, либо в процессе лечения. Если же человека сняли с диспансерного учета, это будет онкопатология в анамнезе, что не является противопоказанием. Следующая патология, которая будет абсолютным противопоказанием для любых методов, в том числе и для микротоковой терапии, это заболевание крови. То есть любые сюда относятся заболевания. И гемофилия, и анемия, и лейкозы, и лейкопения. И все, что связано с образованием каких-либо кровяных телец, красных, белых, с нарушением этой функции, у нас относится сюда в противопоказание. Лихорадочные состояния. Потому что что такое лихорадочное состояние, думаю, не надо объяснять. Вы у меня все умницы и умники. Вы понимаете, что когда повышается температура, то мы с вами в первую очередь должны заподозрить какие-либо вирусные, либо бактериальные заболевания, инфекции. Ну а почему нам еще противопоказано в применении лихорадочное состояние? Потому что любой из физиотерапевтических методов, он воздействует стимулирующий на организм, а стимулирующее влияние, стимуляция метаболизма, стимуляция окислительно-восстановительных реакций, сопровождается чем? Повышением температуры на 1-1,5 градуса. Соответственно, мы с вами будем говорить о повышении локальной температуры до 37-38 градусов. А если у человека лихорадка, сопровождающаяся гипертермией, то локальная температура будет возрастать до критических для его тканей значений. 39-40 – это уже идет денатурация белка. А мы это не хотим вызвать. У нас с вами не деструктуризирующие методики, а стимулирующие методики. Итак, в следующий, конечно, пункт вы видите, что инфекционные и вирусные заболевания. Ну, понятно, даже если они происходят без температуры, то они идут в противопоказаниях, дабы мы с вами не произвели генерализацию этого заболевания, если оно где-либо локально проявляется. Если же оно носит уже генерализованный характер, то здесь будет извращенный ответ иммунной системы на любое физиотерапевтическое воздействие. И эта ответная реакция, возможно, неадекватная, то есть не ту, которую мы с вами желали бы видеть. Выраженная хроническая сердечная недостаточность, легочная, печеночная или почечная недостаточность, то есть соматические заболевания, протекающие с декомпенсацией функций внутренних органов. Но я бы добавила, наверное, и желез, так как мы с вами должны будем еще учитывать и работу вилочковой щитовидной железы, то есть там, где есть проблема декомпенсационная, тоже будет относиться в раздел противопоказаний. Гнойные процессы. Вот смотрите, у нас с вами в показаниях есть угри, угри розовые, угри с комедонами, а если существует фурункулез, где мы с вами имеем гнойные полости, полость, заполненную гноем, то это является противопоказанием. Опять-таки не забывайте, что микротоки работают где? На клеточном уровне. Бактериальная – это тоже что? Клетка. Под воздействием микротоков клетки что делают? Увеличивают методическую активность. Что такое методическая активность? Деление клеток. То есть под микротоками, кроме увеличения метаболизма клеток человеческого организма, произойдет и стимуляция чего? Деление гноеродных бактериальных клеток. Мы этого же не хотели делать? Не хотели. Помните, когда можно применять, если мы с вами говорим про тактику ведения фурункулезных больных? Когда мы с вами вычистили гнойные полости, они становятся открытые. То есть это протекает как уже храневой процесс. Либо гнойная полость еще не сформирована. Если же это обсыпные какие-либо процессы, то, конечно, лучше туда с микротоками не лезть. Наличие металлических зубных протезов. Вот это всегда вызывает у вас вопросы. Если сейчас, наверное, 70% тех, кто к нам приходит, имеют штифты, коронки. Ну, я не говорю уже просто про брекеты. Брекетов не так много к нам приходит. На омоложение все-таки не ходят люди с брекетами. После 30-ти я, конечно, видела таких, но это исключительное явление. Что же делать? Это у нас с вами противопоказания. На сегодняшний день существуют специальные капы, защита, которая одевается на зубы и десны. Честно скажу, что вот эти одноразовые капы, силиконовые, которые изолируют ток, стоят недешево. Найти их тяжело. Но у нас с вами есть возможность прибегнуть к более дешевому методу. Значит, вы можете, как стоматологи используют вату, так и вы можете использовать ватные диски. То есть закрыть на момент, когда вы будете работать исключительно над зоной верхней губы или нижней губы, проложить между губой, десной, и вот этими коронками или штифтами как раз ватные диски. Тем самым, пока еще слюной этот диск не пропитался, он будет выполнять вам токоизоляционную функцию. Ну и еще есть у нас редкое такое противопоказание, как непереносимость электрического тока. Бывают такие люди, которые дают аллергическую реакцию. Она чаще всего выражена в крапивнице. Очень быстро проходит по прекращении воздействия данным фактором. Возможно, аллергическая реакция исключительно на, я с вами говорю, исключительно на ток, электрическую крапивницу, потому что вы не забывайте, что мы работаем еще и со средствами косметевтики. То есть если мы с вами работали по воде, микротока осуществляли, просто делали микротоковую терапию, то это будет аллергия на ток. А если мы с вами использовали все-таки средства косметевтики, то посмотрите состав, спросите анамнез, поменяйте, можете попробовать по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Все понятно Мы едем дальше Слышно нормально Не забывайте, что вы можете По ходу нашей конференции Я буду проверять Именно в вопросах Все понятно Молодцы, все хорошо Поехали дальше Итак Для проведения Процедур микротоковой терапии Используются различные программы И различные аппараты Основная задача Вытекает из того Для чего И были они созданы В связи с тем, что микротоки Они работают на уровне клетки На уровне мембраны клетки Даже так можно сказать То Самая точка их приложения Конечно же Это усиление Клеточного обмена веществ Усиление Клеточного дыхания И все, что происходит Вокруг клетки Поэтому глубина Проникновения у них Небольшая И мы ждем от них Только лишь Небольшие Видоизменения ткани Не забывайте Про это И самая главная Функция Раз уж мы усиливаем Метаболизм ткани Если мы усиливаем Работу клетки Мы усиливаем Движение Жидкостей Между клеткой Между мембраной клетки Между точным веществом И соответственно Самая первая точка Это Лимфодренаж И Фактически Все аппараты Которые Используются Для Проведения Микротоковой Терапии Содержат Программу Стимуляции Лимфодренажа И Наверное На этом можно было бы Поставить точку Потому что Все остальные Эффекты Они будут Завязаны Именно на эту Программу И когда мы С вами видим На рынке Пучу аппаратов В которых Написано 120 Программ 60 Программ Вы не думайте Что Эти аппараты Они будут Чем-то Выгодно Отличаться От Менее Скажем так Дешевых Ну По цене Конечно же Чем больше программ Импортные Производители Ставят Тем выше цена Понятно Да Но это Уже коммерческие Просто Подвижки Продаж аппарат Но Если мы с вами Возьмем аппарат У которого Всего лишь Три программы Вы не думайте Что он будет намного хуже Чем если аппарат Который выполняет 120 программ Это всего лишь Просто Софт Это всего лишь Просто Ну Раскрутка Так скажем Маркетинговая Потому что Самое Прямое Воздействие Которое Оказывают Микротоки Я еще раз повторю Это стимуляция Микро Лимфа И гемо Циркуляции То есть С этого Все начинается Когда в тканях Изменяем Даже не в тканях Когда на клеточном уровне У клетки Изменяется Потенциал На мембране И когда мы Стимулируем Переход Веществ Из клетки В межклеточное Вещество Межуточное Да Или из межуточного Вещества Наоборот В клетку Когда у нас с вами Направляется Мы здесь Вот эти вот Формируем Потоки Ионов Сложных Соединений Там Остатков Солей Белковых Аминов Вот этих вот Включений Белковых Молекул То Именно здесь Мы с вами Оказываем Воздействие А все дальше Уже идет Притягивание Всех остальных Эффектов Можно конечно же Изменяя В форму тока То есть в микротоковой терапии Используется Импульсный ток Да Вот И соответственно Форма импульса А также Форма модуляции В которую В той пачечке В которую мы Формируем Вот эти импульсы Можно вызвать Немножко еще Дополнительные Эффекты Кроме Лимфодренажной Можно вызвать Еще и Легкую стимуляцию Если я сейчас скажу Миостимуляцию Вы пожалуйста Не попутайте С миостимуляцией От электрического Другого тока Более Большой Мощности Если мы с вами Говорим про Программы Миостимуляции В микротоках То имеется в виду Тонизация Миофибрил Которые Находятся У нас с вами И В собственно Дерме То есть Представляем себе Миофибрил Это мышца Поднимающая Что? Волос Миофибрилы Где еще содержатся Мышечные волокна? В устье чего? Фотовых Желез В устье Сальных Желез Мы с вами Вызываем как раз Нормализацию Функции Этих Желез Миофибрилы Располагаются В собственной Дерме А также Мы с вами Вызываем Тонизацию Каких молокон Эластиновых Которые Содержат Эти Миоциты Могут Содержать Во включениях Своих Вот я Какие Имею в виду И мы с вами Говорим как раз Про повышение Тонуса И миостимуляцию Микротоковую Когда мы воздействуем На клеточном Оровне Вот на эти Включения Так Для проведения Процедуры У аппаратов Всегда Содержится Что Классические Наши Пробы То есть они Могут выглядеть Так я не знаю Мышка Сейчас я возьму Курсорчик Так Курсорчик Не берется И я просто Отключила Мышку Чтобы подключить Питание наушников Поэтому У нас с вами Так немножечко Я надеюсь Что вам и так видно Что существует Пробы просто У нас Толстенький металл Это для работы В основном по телу Существуют Пробы Вы видите Такие Для работы Ватными палочками Это используется Для лица Существуют Так же Дополнительные Электроды Для выполнения Масочного Воздействия Либо Воздействия Микротоков На активные Точки Или Зоны И существуют Еще Перчатки Для выполнения Микротокового Массажа Наличие Или отсутствие Чего-либо В этом комплекте Конечно Не является критичным То есть Если что-то отсутствует В вашем аппарате Это можно потом Будет дополнить Либо Выполнять Тем Что у вас И имеется Посмотрела я На вопросы На ваши Отвлеклась Что Ничего Пока Не возникает Все понятно Вот Значит Процедуры У нас Напоминаю Обладают Высокой комфортностью Очень часто Пациент Вообще Не ощущает Никакого Воздействия Ну кроме Нашего с вами Воздействия Пробами Либо Руками Это достаточно Комфортно И направление Воздействия Всегда у нас Сопряжено С чем Конечно же Мы же с вами Сказали что Раз мы Заводим Как раз Перемещение Жидкости Из клетки В межуточное Вещество То мы Понимаем Что по направлению Электрического Поля Мы можем Создавать Потоки Этого Вещества Чтобы у нас Жидкости Перемещались И поэтому Все процедуры Мы должны Выполнять Согласовываясь С лимфодренажными Путями И направлениями По лицу Когда мы С вами Выполняем Мы еще Также Можем Выполнять По линиям Наименьшего Кожного Натяжения То есть Смотрите Мы если будем Работать В лифтинге У нас с вами Показаны Сейчас Пытаюсь Переключить И так Мы можем С вами По лицу Действовать По лимфодренажным Путям И вы все Отлично Знаете От носа Идет К уху А также У нас с вами Существует Направление Лифтинга Когда мы С вами можем Вести От нижнего Края Подбородка К верху Уха От Края Наружного Губ К Височной Зоне Это У нас с вами Будут Направления Движений Лифтинговые На лбу Мы с вами Можем выполнять Как веерный Веерный Расход Но более стандартно Когда мы Выполняем с половины лица В одну сторону С половины лица В другую сторону Направление Движения В связи с тем Что на лице Существует Расположение Заушные Лимфатические Узлы У нас с вами Существует Расположение По краю Волосяному Здесь Существуют Маленькие Лимфатические Узлы Под Ну Подчелюстные Существуют И затылочные Поэтому Мы с вами Можем выполнять Движения Именно По направлению К этим Лимфоузлам Если Мы с вами Говорим По телу То мы с вами Будем всегда Двигаться От Периферии К центру Если мы с вами Берем конечности То мы От периферии К центру Движения Осуществляем И опять таки От периферии К центру Здесь нарисована Фиксация руки То есть Одна рука у нас Будет находиться В подколенной ямке А вторая рука Будет к ней Приближаться В подколенной ямке Как раз Содержатся Лимфатические Узлы Это вообще Общая Физиотерапевтическая Точка На которую Мы с вами И будем Осуществлять Движения Другой руки Чаще всего У нас с вами Зафиксированная Рука Подключенная К отрицательному Для выходу То есть Что у нас с вами Здесь будет Располагаться А катодом Мы перемещаем Перемещение Идет В точку Под ягодичное Расположение А сходиться Будет Именно От периферии Собираться Сюда Положительно Заряженный Будет катод И если Мы спереди То Расположение Над Паховым Над Паховым Узлом У нас с вами Будет И сюда Можно От нижнего Края Живота Или же От периферии И мы будем Двигаться Опять То есть Они Замещают Перчатки Если У нас Есть возможность Прикрепления Стационарных Электродов То Их можно Для дополнительной Стимуляции Как раз Располагать Над Лимфатическими Лимфатическими Сосудами Лимфатическими Узлами Так Пастозность Лица В зоне Глаз У нас с вами Движение Если Нависшее Веко То Вы видите Наше движение Будет осуществляться Как раз Кверху И Можно Разводить Наши Пробы Как От средины От Средней Зрачковой Линии Мы будем Двигаться Во внутренний Угол Глаза Как раз Находится Что Точки Иннервации Кровоснабжения Здесь же Слезное озеро Которое Вводит Лишнюю жидкость Чтобы Воздействовать На Точки Кровоснабжения Иннервации Расположенные Параорбитально Снаружи Глаза Чтобы Убрать Пастозность Нижнего Века Чтобы Улучшить Вообще Общую циркуляцию Вторым этапом Мы можем Выполнять Круговое Движение Вертикальную Направление на лице когда такая техника применяется такая техника в основном применяется если нам нужно просто создать хорошую лимфодренаж хороший лимфодренаж на лице то есть убрать общую пастозность когда мы с вами говорим про реабилитационный период после пластических операций после химических пилингов после лазерных шлифовок то есть там где было повреждение ткани нарушенной лимфатические пути мы можем применять вот такую технику лимфодренаж на если же мы с вами говорим про морщинистость дряблость то можно применять технику какую горизонтальную когда пробы наши с вами будут двигаться в горизонтальном направлении по линиям растяжения кожи потом еще боковые тут показаны на рисунке схемы движения проб точно также пробы будут располагаться на шее видите как замечательно даже если существуют какие-либо изменения в щитовидной железе дифозное изменение либо на кистозное изменение то микротоковая терапия на не обходит щитовидную железу и можно работать даже над щитовидной железой за исключением каких случаев за исключением если в щитовидной железе найдено новое образование со склонностью к росту так принципе я бы вот на этом хотела бы уже и остановиться и послушать если у вас есть какие-либо вопросы то есть что-то я смотрю что во время нашего с вебинара вы мне не задали ни одного вопроса и сейчас тоже что-то вы мне пишите что все нормально у всех вам все понятно скажите мне вам по микротоковой терапии все понятно нужно что-то конкретизировать я от вас сейчас хотела бы услышать и увидеть точнее вопросы перехожу во вкладочку вопросы и подожду я надеюсь вам меня было слышно вроде написали что звук-то вам восстановлен то конечно же мне приятнее когда я провожу не вебинары настоящие семинары когда я вижу ваши глаза когда я могу активно с вами общаться по глазам понимать все ли я правильно вам рассказываю то есть для вашего понимания или надо более что-то конкретизировать когда у нас с вами рамки вебинара я не вижу ваших глаз и мне так сложно осознавать все ли вам стало понятно не все ли вам стало понятно на что лучше вам уделить внимание вот если вам все понятно и вопросов нету ну я могу конечно же еще от вас подождать ну давайте минуты две что-то я как-то не вижу чтобы у вас сформировались вопросы это меня пугает и настораживает либо это ничего не понятно либо так хорошо что все понятно микротоковая терапия применять не бойтесь ее применять не бойтесь перепутать направление движения не бойтесь перепутать если вы плюс на минус изменили работы по лицу вы поняли что на лице мы можем я вижу вопрос елена сейчас на лице мы с вами можем двигаться и по направлению растяжения линии и по лимфотоку как расставлять стационарные электроды под маску на какие точки елена если мы с вами будем использовать маску то чаще всего я вам рекомендую это делать это полумаска берганье ее вы можете изготовить сами очень замечательно если мы берем нетканный материал маски стандартные продаются пропитанные уже составами лучше конечно если это будут составы с дополненной насыщенной ионами то есть для токопроводности маски располагается на половину лица и электрод он должен либо находиться вот если мы с вами вернемся на слайд и я вам покажу этот стандартный электрод вот который мы видим вот такой его просто между слоев маски кладем чтобы ток распределился по смоченной всей зоне маски если же нет возможности такого то нам с вами приходится вот эти пробы подключать одна должна располагаться на шее то есть у нас с вами отрицательный минусовой будет электрод располагаться на первом шейном позвонке либо мы с вами говорим про вот такой стационарный да у нас всегда с вами пара будет вот либо уж если приходится выкручиваться то вот такие пробы мы обматываем просто влажной салфеточкой две вместе мокренькую кладем смоченную водой дистиллированной либо лосьоном каким-либо увлажняющим а вторую пробу придется фиксировать на лицо сверху масочки так чтобы ток шел ой тогда на это покажу вот здесь ну как мы ее будем укладывать то есть самое главное когда на половине лица будет находиться маска что примерно где и точки тройничного выхода то есть это не до такой степени будет критично да потому что потоком будет находиться вся маска использовать маску полную на лицо и подключать вот так это запрещено техника направления в перчатках очень важна по схеме техника работы в перчатках на теле всегда у вас отрицательная рука находится выше положительной вы можете перемещать руки параллельно по телу можете можете фиксировать одну руку и медленно к ней придвигать другую можете но правило оно всегда одно по телу обязательно минус у вас находится выше чем плюс то есть более центрально ближе к телу у вас всегда при работе на конечностях у вас всегда идет отрицательный а положительный уже его догоняет либо вы в параллели так скользите либо вы приближаете к нему если вы работаете по лицу то здесь у вас будет просто пальчиковое касание это будет как проба постановки если вы находитесь в работе когда обе перчатки будут подключены к одному да вот эту я и по телу тогда и по лицу скажу этот нюанс существуют такие аппараты у которых перчатки подключаются на один разъем просто идет раздвоенный электрод и они обе подключаются либо к отрицательному либо к положительному в таком случае как в косметологии говорится нейтральный электрод или пассивный электрод он должен быть именно минусовым и он должен располагаться если мы с вами говорим про нижние конечности это на пояснице первой второй поясничной выше крестца примерно в детали там должна находиться фиксация пассивного электрода отрицательного и тогда вы как угодно работаете двумя перчатками которые заряжены положительным с положительного у вас идут по лицу если же опять такая же у вас история что пробы они у вас будут или же перчатки с раздвоенного электрода идти то есть они будут одноименные положительные или отрицательные как вы подключите в таком случае вы можете располагать электроды с двух сторон если мы говорим про маску и работать по лицу с двух сторон если мы с вами будем говорить про перчатки одновременно накладывать только если ваши перчатки подключены к одноименному поясу и тогда у вас отрицательный или же пассивный электрод будет находиться как раз на шее если мы с вами говорим про программы дезинкрустации на микротоковой терапии то есть когда мы больше выщелачиваем тогда пассивный электрод у вас будет положительный а работать вы будете отрицательным и положительный у вас ведь я прям даже уже готовлюсь к разговору уже там руку и держу на седьмом шейном то есть вот на вот этом вот шейном возвышении находиться если мы говорим про отрицательный грамотное его расположение к первому шейному то есть к волосистой части на шее так на эти вопросы я вам ответила все понятно какие-либо еще вопросы сформировались у вас пожалуйста еще какие-либо есть у вас вопросы все все хорошо у вас все понятно если вы вдруг вспомните чего-то что нужно да вам ответить вы всегда можете обратиться вот в ваши конвертики и сюда написать вы всегда можете обратиться в компанию гильтек и задать вопросы на сайте если вам нужно именно мне задать личные вопросы я вам напомню что я мыслович лидиана владимировна мне вопросы можно задать на сайте компанию гильтек клиническим тренером который я и являюсь чтобы не записывать сейчас какая моя электронная почта вы просто в google где угодно можете ввести мыслович лилианна владимировна и вы увидите там обязательно наш клинический тренер вот я работаю в компании гильтек и вы можете мне уже на сайте компании гильтек задать вопрос если это для вас было сложно для запоминания можете задать вопросы на компании сайта гильтек они обязательно со мной свяжутся я обязательно свяжусь с вами и отвечу на них и так спасибо большое вам за внимание спасибо что вы посетили наш вебинар еще раз пока я не вышла из эфира вы можете написать пожелание тем что вам хочется еще услышать не только от меня а вообще на этих вебинарах проводящих проводимые компания гильтек вы можете вот в этих вот конвертиках отправить пожелание может кто-то хочет услышать там ультразвук может кто-то хочет услышать просто какие-либо подсказки программы при каких-то патологиях там ожирение кулиозы чтобы доктора и тренера могли бы ответить на вашу кульзана я вижу вы этот вопрос конвертики ну ладно это все равно выйдет гильтек то это вы хотите следующий вебинар по этой теме я думаю что это люди увидят так но все наше время с вами подошло к концу нашего общения еще раз спасибо за то что вы нас посетили если вам потребуется материалы скачать вы знаете да как пройти по ссылочке и взять себе на память эту презентацию